Добрый день! Интерес разработчиков автоматизированных систем к недорогим и компактным аппаратным средствам, обладающих богатым набором каналов ввода-вывода и допускающих автономную работу, то есть программируемых, да еще и конфигурируемых через веб-интерфейс, бесспорен. Если говорить об отраслевых нишах, то это и небольшие системы для научных исследований, и ЖКХ, и автоматика зданий, и многое другое. В рамках нашего ролика выполним подключение к SCADA Trace Mode веб-программируемого контроллера WISE 7126. Его IP-адрес вы видите здесь, а протокол обмена данными MATBUS TCP. На операторской станции выполним отображение всех аналоговых и дискретных входных-выходных сигналов. Предусмотрим возможность формирования выходных сигналов как в ручном, так и в автоматическом режимах работы. И, кроме того, воспользовавшись внутренними средствами программирования, предусмотрим также и автономную работу данного контроллера. Почему, собственно говоря, выбор пал на данный контроллер? Да потому что он оказался в непосредственном доступе, ну и, что называется, заинтересовал. Что у этого контроллера есть? 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода, 2 дискретных входных сигнала и 2 дискретных выходных сигнала. Плюс к этому есть возможность программировать его вот в такой вот парадигме и в настройке. Можно организовывать внутри данного устройства счетчики, таймеры и использовать внутренние регистры. Ну, собственно говоря, настройки вы видите. Поддерживает вот такой вот сетевой обмен 10-100 мегабит в секунду и протокол обменом Adbus TCP. То есть очень даже неплохо. Данный контроллер традиционно подставляется с весьма подробной документацией. Ну, в частности, здесь очень хорошо представлено адресное пространство нашего контроллера. Итак, мы видим дискретные выходы, дискретные входы. Также аналоговые входы тоже во флоте. Аналоговые выходы тоже во флоте. То есть нам не потребуется ровным счетом никаких ухищрений для пересчета в ту или иную шкалу. Согласитесь, это очень удобно. Воспользуемся обычным браузером и в адресной строке наберем IP-адрес нашего контроллера. Попадаем в веб-сайт и начнем знакомство с контроллером, выберя пункт Basic Settings. Итак, основные настройки Basic Settings. Начнем с настроек сети. Вот наш IP-адрес, наша маска, Gateway, ну и так далее. Давайте поглядим, каковы настройки встроенного усо. Видим. Аналоговые выходы, шкала минус 10, 10 вольт. Аналоговые входы. Все шесть штук настроены аналогично. Как вы понимаете, настройки и того и другого могут различаться. Так, ну ладно, оставим все в таком виде. А дальше выберем пункт Channel Status. Для просмотра происходящего на входах и выходах нашего контроллера. Вот. Итак, состояние дискретных входов. Оба разомкнуты. Оба разомкнуты. И, кстати, на оба наших дискретных выхода, DO1 и DO2, мы повесили по светодиодному индикатору с красным свечением. На второй дискретный вход, DO1, обычный выключатель. Сейчас он как раз разомкнут. Первый аналоговый вход АИ-1 соединили с первым аналоговым выходом. Шестой аналоговый вход со вторым аналоговым выходом, обычными проводниками. А ко второму аналоговому входу обычную пальчиковую батарейку. Чье, собственно говоря, напряжение мы наблюдаем. Мы видим также внутренние регистры нашего контроллера. Часть из которых, а конкретно первые три, мы в дальнейшем задействуем. Вот теперь самое время загрузить инструментальную систему. Мы будем пользоваться профессиональной версией релиза 6.092. Ну и сразу, чтобы не терять времени, загружаем подготовленный проект, который так и называется VicePRG. Переместимся в слой источники приемники, где посмотрим выполненное описание команд, чтение записи по протоколу MatBus TCP. Начинаем с группы MatBus TCP AI, аналоговые входы. Здесь видим одну единственную команду, которая запрашивает по четвертой команде два смежных двухбайтовых регистра с целью создать из них вещественные значения. Напоминаем, что адрес в описании контроллера 3.0.0.20, а в поле канал мы видим 14. То есть в адресном пространстве в десятичном виде, здесь в шестнадцатеричном. Значит, смотрите. В поле IP-адрес, кроме, собственно говоря, IP-адреса нашего контроллера, через точку с запятой указан формат расшифровки вещественного числа. Но обратите внимание, что по умолчанию используется схема номер один, а нам понадобилась схема номер ноль. Вот так. Из всех шести аналоговых входов мы видим описание лишь первого. А это означает, что мы будем использовать групповой запрос данных из контроллера, поскольку наш протокол MatBus позволяет это делать. В группе MatBus TCP Internal Rack 1 мы видим описание трех компонентов. Из них первые два мы задействуем для оповещения контроллера о присутствии верхнего уровня, а третий нам понадобится для получения диагностической информации по обмену с контроллером. Чтение, запись и тот, который для диагностики. Следующая группа MatBus TCP AOS содержит два компонента для записи и два для чтения. Формирование первого аналогового выхода выполняется с помощью шестнадцатой команды. Второй аналоговый выход. А для того, чтобы прочитать из контроллера, что мы там установили, используется команда номер три. Соответственно, первый аналоговый выход читаем и второй. В группе MatBus TCP DIDO представлен дискретный ввод-вывод. Управление дискретными выходами реализуется с помощью пятой команды. Соответственно, это управление первым дискретным выходом, а это вторым. Итак, первый, второй. Чтение дискретных входов, у нас это сухие контакты, реализуется с помощью команды номер два. Вот ее описание. Ну и, наконец, чтение состояния дискретных выходов осуществляется с помощью команды первой. Вот, собственно говоря, как это происходит. Разобравшись с настройками аппаратуры, самое время подняться в слой системы. Открываем по плюсику систему. Видим узел RTM1, это верхний уровень нашей системы. Открываем плюсик и смотрим следующую структуру групп каналов. В группе Analog Input мы видим канал класса Call, реализующий групповый запрос значений всех аналоговых входов. Итак, тип вызова Channel Group Request. В привязке указан компонент чтения значения с первого аналогового входа. А на аргументах нашего канала Call мы видим шесть аргументов с типом In и типом данных вещественных под все наши шесть аналоговых входов. Следующая группа Analog Output. В ней мы видим два выходных канала, формирующих соответственно значение первого аналогового и второго аналогового выходов. На старте, на первом аналоговом выходе 1.25 Вольта с флагом отработать. На втором минус 3.33 Вольта с флагом отработать. Группа Digital Input представлена одним каналом класса Hex16. В группе Digital Output мы видим два канала класса Hex16 с типом Output, соответственно для формирования первого дискретного и второго дискретного выходов. В группе Digital Output Readback мы наблюдаем канал класса Hex16, который считывает нам текущее состояние дискретных выходов. В группе Auto Control организован вызов программы Control. С вот такими двумя аргументами. D2, DO2. Вход-выход. Целочисленный. Сама программка написана на языке программирования функциональных блоков. И предназначена для формирования на выходе DO2 меандра заданной длительности в случае срабатывания на замыкание дискретного входа, да и номер 2. В группе Diagnostica мы видим канал, который и реализует выполнение диагностических функций. Открыв его на редактирование, обращаем ваше внимание, что в атрибуте комментарии написано ключевое слово ERROR. Именно эта надпись и превращает этот канал в диагностический. При этом, в реальном времени, в атрибуте номер 80, то есть в комментарии этого канала, будут возникать диагностические сообщения по работе с протоколом AdBus TCP. А группу WDT пока не трогаем. Вызываемый в корневой группе нашего узла ERROR-M1 экран выглядит следующим образом. А вот его аргументы с привязками. Те аргументы, которые выделены, пока в рассмотрение не берем. Оглянем на другие, в общем-то все понятно. Данные по всем входам отображаем. По обоим аналоговым выходам и первому дискретному выходу формируем в ручном режиме. А второй дискретный выход формируется программно по состоянию второго дискретного входа. Выполним сохранение для MRV нашего проекта. Итак, у нас все готово. Выделяем узел ERROR-M1 в дереве проекта и запускаем профайлер. Переходим в полноэкранный режим. Итак, давайте оценим происходящее на экране. Ну, во-первых, установленные на наших аналоговых выходах, соответственно, на первом и на втором, значение транслируется на соответствующие аналоговые входы, на первой и на шестой. На втором аналоговом входе висит наша батарейка пальчиковая. Ну, вот те 1,6 или 1,5 В мы наблюдаем. Третий, четвертый и пятый разомкнуты. Видим там значения близкие к нулю. Состояние обоих дискретных входов разомкнуты, что мы здесь и наблюдаем. И, соответственно, дискретные выходы. DO1, которым мы управляем с экрана, выключен. И DO2, который управляется программой Control, тоже отключен. Ввиду того, что разомкнуты сигнал сухой DO2. Ну, первого-наперво, включим первый дискретный выход. Видимо, светодиод зажегся. А теперь, подойдя к нашему стендику, замкнем выключатель на DO2. И посмотрим результат. Собственно говоря, это работает наша программа Control. Изменим значение на аналоговых выходах. Здесь будет 5 В. Вот они. А здесь будет, предположим, 8,5. Вот они здесь. В общем-то, все замечательно. Все хорошо. А теперь задумывайся. А что вдруг случится с контролируемым процессом, в случае, если верхний уровень системы, выраженный нашим узлом РТМ, вдруг отвалится? Ну, очевидно, что никакого формирования меандра на DO2 по замыканию DI2 уже и не произойдет. А если это, например, технологическая защита или что-нибудь еще там пострашнее? Ну, не будем нагонять трагизма. У нас контроллер называется Vice, а латинская буква S в названии как раз-таки отвечает за интеллект. Давайте-ка запрограммируем работу нашего контроллера в автономном режиме. А для этого нам надо вернуться в браузер и выбрать пункт Rules Settings. Давайте сделаем. Итак, мы уже в закладочке номер 3, Rules Settings, и уже определили первое правило. Ну, тут надо учитывать, что нумерация входов и выходов здесь начинается с нуля, поэтому DI1 и DO2 это реально второй дискретный вход и второй дискретный выход. Так вот, наше правило звучит следующим образом. Если дискретный вход номер 2 замкнут, то мы начинаем с периодом, определяемым таймером, с именем таймер 1, включать-выключать, то есть в режиме меандра дискретный выход номер 2, DO2. Таймер, упомянутый в нашем правиле, описан в закладочке номер 2, Advanced Settings, в разделе Таймер. Итак, вот наш таймер первый, период его 1 секунда, и он на старте включен. Однако, если активировать данное правило в контроллере, управлять дискретным выходом вторым с верхнего уровня уже не получится. То есть необходимо задействовать это правило лишь в том случае, если мы убедимся, ну вернее, если контроллер убедится, что связь с верхним уровнем утрачена. Вопрос как? Поступим по-простому. Будем писать в первый внутренний регистр контроллера постоянные изменяющиеся значения, которые будут формироваться программно с помощью программки ForWDT. Значит, программка имеет 3 аргумента, 2 входных, 1 выходной, атрибут достоверность, чтение данных из контроллера, чтение регистра и запись регистра. А вот как это формируется. То есть мы пишем непрерывно значение от 0 до 1000, доходим до 1000, опять сбрасываем в 0 и продолжаем непрерывно это делать. Со стороны контроллера мы задействуем два дополнительных таймера, второй и третий. Определим им период соответственно 5 секунд и 10 секунд. Для чего? Для того, чтобы содержимое внутреннего регистра по истечению времени этого таймера фиксировались в соседних регистрах втором и третьем. Соответственно, по второму и третьему таймеру. А далее будем сравнивать содержимое всех трех внутренних регистров. И если их содержимое будет отлично друг от друга, то это будет означать, что связь с верхним уровнем присутствует. И правило номер один, нами уже созданное, будет блокироваться. А если эти числа вдруг будут равны, то стало быть связи нет, и тогда правило номер один будем разблокировать. Все вышесказанное реализуется в правилах номер два, номер три, номер четыре и номер пять. Правило номер два. По истечению работы таймера номер два значение регистра первого, куда пишет верхний уровень, переписывается в регистр номер два. Правило номер три делает аналогичную процедуру, только по таймеру номер три, а запись ведется в регистр номер три, соответственно. Правило четвертое определяет перезапуск таймеров, а правило пятое как раз выполняет сравнение и определяет активировать или не активировать наше правило номер один. Итак, профиллер вновь в работе, правило сформированное нами уже в контроллере, и поэтому необходимо убедиться, как будет работать наш контроллер в автономном режиме. Для этого мы просто-напросто возьмем и выключим наш профиллер. Соответственно, в течение пяти секунд у нас контроллер должен перейти в автономный режим работы. Собственно говоря, мы это с вами уже наблюдаем. А дальше опять запускаем верхний уровень. Ну вот, а это уже работает программа контролл. В общем-то, чутненько все получилось именно так, как мы и планировали. Таким образом, мы успешно выполнили подключение к SCADA 3S Mode контроллеру WISE 7126 и в полной мере воспользовавшись как его веб-интерфейсом, так и его интеллектом. На этом завершаем наш ролик. Вам спасибо за внимание. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!